Как насчет того, чтобы приехать в мой маленький город Невель в Псковской области? Как насчет того, чтобы найти нам помещение в этом городе? А, сейчас мы можем проводить митинги и мероприятия только там, где есть частное помещение, частная земля. Потому что, если вы смотрели мой последний ролик, я там говорю, что нам не дают разрешений вообще никаких. У меня вообще должна быть картинка со статистикой, между прочим. Почему? Если есть это... Вот, посмотрите, пожалуйста. Мы подали с начала сентября 1267 уведомлений. Вот 731, это вообще просто отказ. Это вот типа нет и нельзя. 191, это перенос тоже совершенно незаконный. Типа черти куда вообще там на кладбище. В буквальном смысле за несколько десятков километров от города и всякое такое. 181, это просто не отвечают. Ну, фактически отказ. 103, это тоже переносы на совершенно неприемлемые площадки и нормальных согласований. Ну, вот мы попросили площадь, не знаю, площадь им такую-то. И вот только в четырех случаях из 1267 нам дали согласование. Вот все, что мы делали до настоящего времени, это предпоследняя строчка 57 переносов на приемлемые площадки. Ну, то есть они чаще всего неудобные. Они вдали от центра города, на самом деле. Я, наверное, первый только митинг в Мурманске провел в центре города. Все остальное это уже было довольно далеко от центра. И вот мы где-то там проводим, потому что, ну, мы убедились, что даже на не самых лучших площадках нам люди приходят. Именно поэтому нам сейчас не дают никаких согласований вообще. Именно поэтому мы и обращались, и обращаемся еще раз. Я говорю, что если у кого-то есть помещение, где могут совместиться там тысячи человек и больше, в зависимости от размера города, присылайте. Нам уже не до жиру, а быть бы живы. Спрашивают меня, подача заявок на проведение митингов прекратилась? Нет, конечно, не прекратилась. Но это наше право. Мы продолжаем подавать заявки на митинги.